Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот». Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копин. Мы сегодня поговорим о теме, которая стала, пожалуй, центральной темой как минимум лета. Это тема появления кабанов, диких кабанов в Риге и в окрестностях Риги, которые уже стали, скажем так, в последнее время досаждать жителям нашей столицы. Все началось, я напомню, с появления кабанов на югле. Тогда средства массовой информации пестрили фотографиями появления этих диких животных на югле. Потом кабаны оказались каким-то образом уже в центре города. Рижская дума стала предпринимать какие-то меры и последним решением было вывести кабанов подальше, именно в Тинужский лес, в Ишклский край. И теперь кабаны досаждают местных жителей Ишкла. И вот на прошлой неделе мэр Ишклского края Индулис Трапинш обратился к местным охотничьим клубам и попросил их следить за ситуацией с кабанами в крае и в случае необходимости отстреливать животных в количестве, которое позволяет выданные разрешения на охоту. Ну а в гостях у нас сегодня руководитель Латвийской ассоциации охотников Харалд Барвикс. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, наверное, который волнует последние дни всех, это откуда в Ишклске взялись кабаны. Это все-таки рижские кабаны или нет? Ну, уверенно, мы не можем сказать однозначно, что это рижские кабаны, потому что немножко не соответствует и количество, и возрастной состав. И там, я думаю, что подключились к рижским кабанам и местные, или, может быть, от таких закрытых территорий выпущенные кабаны. Ну, какое-то объединение они там создали. Ну, то есть, привезли рижских, те скооперировались с местными и стали вместе устраивать, орудовать на территории. Похоже, что так. А почему вообще, почему так случилось, что именно вот, ну, я не знаю, год назад, может быть, меньше стало слышно о том, что кабаны стали появляться в городе? Почему они вообще в город вышли? Ну, может быть, не только год назад. Я думаю, эта проблема возникла немножко раньше, уже 2-3 года в Мангольсало, если вспомним, да, когда начали досаждать там местных жителей. Ну, потом как-то там немножко затихло, очевидно. Но такого масштаба не было? Ну, не настолько они в глаза бросались, да, но здесь на югле и Шмерлес, этот регион может быть более обжитый, и потому и чаще попадаются на глаза у жителей. Я напомню, телефон напрямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, уважаемые радиослушатели, делитесь своими мнениями и впечатлениями о кабанах, а также пишите на портале MixNewsLV в видеочате. Ну, выдвигались разные точки зрения насчет появления кабанов, говорили о том, что, возможно, популяция резко возросла, что как-то климат повлиял, даже о том, что учения НАТО их каким-то образом выгнали из лесов, и они вот вынуждены теперь коротать время в городе. Да нет, скорее всего, что это нормальное явление, потому что в многих европейских городах имеются свои популяции кабана дикого, и он, ну, как очень умное животное кабан, да, и приспосабливается к лучшим условиям проживания. И город ему это все обеспечивает. Хорошая кормовая база, абсолютное покойство, потому что здесь никакие охоты не проводятся, а жить рядом с человеком кабан уже понял, что это, ну, проблем не представляет, что это вполне нормально. А вы сказали, корм, это что вы имеете в виду? Что может найти в городе кабан такого, чего не может найти в лесу? Может найти и в лесу, то же самое есть в городе, да, и у нас нету таких сведений, чтобы они там пользовались мусором или чем-нибудь таким. А что тогда, что вы привлекаете? Это трава, это насекомые, это грызуны мелкие, так что нормального такого уже, скажем так, дикого пропитания в городе хватает тоже. Но, тем не менее, они представляют какую-то опасность для людей, они же все-таки дикие. Они представляют, ну, не скажем так, серьезную угрозу, но опасаться все-таки следует, потому что это дикое животное со своими нравами. И если, как у нас уже был случай, когда люди своими собачками гуляют и встречаются с кабанами, естественно, они обороняются, обороняют своих малышей, и результат уже налицо, что собака пострадала. Такое может и случиться с хозяином собаки, если он активно вмешается в этот процесс. Так что не совсем безобидно. Но у них есть какие-то периоды тоже, когда они особенно могут быть агрессивно настроены, как вот, я не знаю, период там, когда, ну, если у них молодые какие-то там детеныши? Основной период – это когда выкармливают малышей, это вот сейчас весенне-летний период. И второй период, когда, может быть, повышенная опасность появляется, это осень, это когда у них брачный период. Тогда самцы становятся, ну, не совсем, да, ну, там, скажем так, все лето, с этим надо считаться, и осенью, ноябрь, декабрь, тогда опять самцы становятся более такими, ну, мужественными, да, и тоже своему роду может представить опасность. А, ну, более опасны все-таки самки, да, как я понимаю? Да, во время выращивания малышей, однозначно. Да, да. Людям, если они встретили кабанов, а сейчас это уже не редкость, как я понимаю, на той же Юглии, вот как действовать все-таки стоит? Про собак говорят, что не стоит от них пытаться убежать, лучше как-то спокойно себя вести, что с кабанами нужно делать? Ну, кабан, он не хищник, он не будет за вами гнаться, если вы покинете это место, будете уходить, естественно, он вас преследовать не станет. Не стоит питаться там, подходить ближе, не стоит питаться покормить их, не стоит пытаться их трогать. Потому что, ну, этих кабанов, которые проживают в городе, у них довольно неадекватное поведение по сравнению с диким кабаном. Если дикий кабан избегает встречи с человеком, да, то эти кабаны, которые уже, там, может, второе, может, третье поколение рождаются в пределах города, они совершенно людей не боятся, они привыклись жить рядом, и так что и поведение тоже немножечко неадекватно. Да, ну, так, как бы там ни было, была создана специальная комиссия по координации охоты, вы, я так понимаю, входите в эту комиссию. Расскажите, о чем уже успели вы договориться, что обсудили, и вообще, какие решения, может быть, приняли по борьбе, или, если так можно сказать, с дикими кабанами в городе? Ну, мы, так, объединили всю информацию, да, по первому случаю, когда группу вывезли за пределы города, да, учли все допущенные ошибки, потому что этот процесс, можем сказать, что довольно уникальный, экспериментальный. То есть, никогда такого не было, да? Ну, такого у нас не было, и, естественно, что не бывает без ошибок. И первая ошибка, которую мы сейчас учли, тех кабанов, которых вывезли в Тину же, их надо было все-таки придерживать. Надо было создать ему улучшенную кормовую базу, немножко подкармливать, они бы это место не покидали, и они бы не досаждали тогда местных жителей. Ну, на данный момент это мы учли, на следующие случаи вывоза кабанов уже будем пробовать таким образом, что будем их немножечко подкармливать, чтобы они постепенно адаптировались к лесной жизни. А подкармливаете вы их каким образом? Вот как-то просто подкладываете там еду под деревья? Есть автоматические кормушки, которые высыпают в определенное время определенное количество кукурузы или зерна другого, и этого достаточно, чтобы они придерживались этого места и никуда не уходили. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. А вот мне интересно, а почему вы их не отчиповали, не оклицевали, чтобы не следить за миграцией этих кабанов? Не было бы там разговоров, рижский этот кабан или не рижский? Спасибо. Спасибо. Да, у нас было вообще принято решение, что будем их не чиповать, а будем метки в ухо ставить. Ну, получилось так, что первую группу пришлось вывозить за пределы города, пока еще не был с охотниками заключен договор, и у нас не было именно этих меток, мы еще не получили эти метки. Так что первый вариант уже сложилось, что ну просто нечем было метить. На будущее договорено так, что будем ставить метки у взрослых животных, чтобы могли проследить это, рыжские или не рыжские, да, и их перемещение. Чтобы было уже понятно, что споров не было, да, рыжские, ваши кабаны, это или наши. Да, 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 чтобы было понятно, куда они перемещаются, как они себя ведут. А вывозить, вот следующая партия, видимо, уже предполагается, кабанов, которых будут вывозить, их куда будут вывозить? Туда же, в Тинушский лес? Нет, мы рассматривали новые места, это или Ропожский регион, или может быть даже Адожский полигон. А как там же учения происходят? Ну, учения кабанам, так же, как и сожительство в городе с людьми, не сильно не влияет на них. То есть они не будут мешать солдатам там производить какие-то учения? Надеемся, что нет. А тем самоуправлениям, которые находятся вот рядом с Ада же и с Ропожи, им, наверное, стоит как-то тоже какую-то оборонную позицию занять, учитывая опыт Ичкила? Не, ну, в будущем мы уже учитываем эти ошибки, которые были допущены, так что будем уже и подкармливать, это одно дело. Второе, будем все-таки глубже куда-то в лес их перемещать, да, чтобы не повторить ошибок. И, в-третьих, у охотников все-таки будет ответственность следить за перемещением этих кабанов. Да, и так это договорено, что охотники, ну, берут на себя ответственность за то, что они там не досаждали местных жителей. 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, уважаемые радиослушатели, сегодня говорим про кабанов в Риге и в других самоуправлениях Латвии. А как проходит отлов, собственно, кабанов, вот как вы их ловите в рижских и других лесах, как это происходит? Выстраиваются живоловушки и стараемся отловить целиком всю группу, да, это достаточно такое объемное сооружение, которое уже там подготавливается, заранее подкармливается, животное привыкает к этому месту и тогда уже строится. То есть, не сразу ставится ловушка, а сначала просто прикармливается животное, а потом уже устанавливается ловушка? Привязывается к месту, да, и потом уже устанавливается эта кормушка. Это капкан своеобразный? Нет, 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 это, можно сказать, заграждение с автоматическими или воротами, которые закрываются с помощью, там, захлопывания. А человек может наткнуться на эту ловушку как-то, если они стоят по городу где-то? Случайно может наткнуться на него? Это для людей от опасности не представляет, потому что у нас это все делают охотники, непосредственно присутствуют, да. Это не автоматические ворота, которые, там, ну, не знаю, случайный прохожий зашел куда-то или ребенок и захлопнулись, и он сидит в заборе. Нет. Что касается со стрелом кабанов, вот, в частности, Мэр Ишкила дал зеленый свет практически охотникам. Как-то будет использоваться этот метод? Ну, и вообще, будут прибегать к таким мерам? Мы в Риге, наверное, до тех пор, пока возможно будет вывозить животных и отлавливать, мы не будем этим методом прибегать. Будем этого избегать. А в тех местах, ну, где кабаны досаждают людей, это, ну, естественно, нормальное решение вопроса. Ну, досаждают, где будет вот эта планка, планка, скажем так, предел того, когда уже стоит прибегнуть к отстрелу охотникам? Ну, если нет других решений, ну, не можем никак уже по-другому животных отпугнуть или избавиться от их присутствия. То есть, возможно будет? Возможно будет, конечно. А каким образом вот это происходит? Это как-то тоже не представляет опасности? Все-таки охотник, он человек, он может промахнуться, он может еще что-то. Ну, потому мы в Риге постараемся не применять этот метод, тем более в летнее время. Если это придется, ну, скажем, уже не будет других решений никаких, ну, тогда будем применять все технические средства, чтобы избегать малейшей возможности несчастных случаев. Еще звонок примем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Я по поводу кабанов, значит, что могу сказать? Лично я стал свидетелем аварии, когда кабан бросился под колеса машин, машин, БМВ, с меткими номерами. Машина была полная женщин и детей, она шла передо мной, бампер в бампер. Минуты позже она бы влетела этого кабанятина в меня. Килограмм, наверное, на 150, дорога огромных ряк. Я вам скажу, что нерешенная проблема по поводу этих животных до сих пор только от юридической безграмотности властей, вернее, населения. Потому что где-нибудь в Германии, в Италии или в США, Тарийская дума уже платила бы штрафы, безумные ремонты машин и компенсации жителям за нанесенный ущерб миллионами. И эти кабаны быстренько нашли бы свое место. Только из-за того, что население наше не знает своих прав, мы до сих пор уже год подвергаемся террору. Дети получили шок, взрослые получили травмы. Вот результат невнятного, беззублого подхода к решению проблемы защиты жителей, которая власть взяла на себя за наши налоги. Есть таковичный специальный договор. Спасибо. Мы поняли вашу позицию. Что вы можете сказать? Да, ну это проблема большая и не только в городе. Это проблема везде, где мы живем, ну скажем так, в одной территории с дикими животными. Это на всех дорогах Латвии является опасным моментом и не только в Латвии. И относительно прав, скажем, и компенсаций, ну по латвийскому законодательству дикие животные не принадлежат никому. Значит, никто за них в полной мере не отвечает. И собственностью охотника они становятся только после добичи в законном установленном порядке. Так что, там скажем, ни Рижская дума, ни Латвийское государство ответственность за это не несет. Да, но проблему, естественно, надо решать. И скорее всего, что решение это ограждение дорог, по которым мы перемещаемся, да, и таким образом сократить количество не в частных случаев с автотранспортом. Ну да, потому что напрямую, наверное, принять какой-то закон, и кабаны поймут и уйдут из Риги, из других городов, наверное, на это рассчитывать не стоит. Да нет, на это рассчитывать не стоит, и со своей стороны Рижская дума, я думаю, сейчас довольно активно и своевременно начала решать этот вопрос. Потому что, скажем, в Берлине там уже имеется популяция около 4-5 тысяч кабанов, и с которым уже, скажем так, решить эту проблему невозможно. Там это надо уже постоянно заниматься этим, этой группой кабанов, чтобы не дать расплодиться еще больше. И, кстати, один из радиослушателей пишет, если кто-то увидит в городе кабанов, то куда звонить, в полицию ли? Вот, господин Барвикс, так вам, наверное, вопрос напрямую. Наверное, не в полицию, а надо информацию посылать в Рижскую думу, именно в комиссию по координации охоты, или можно присылать на ассоциацию, и мы также переправим уже эту информацию дальше в комиссию. Я думаю, что на сайте Рижской думы можно найти всю необходимую информацию по кабанам и по контактам, и по другим вопросам. Ну, кстати, если говорить о появлении кабанов в Риге и Латвии, и смотреть на какие-то, может быть, искать в этом положительные стороны, значит ли это, что наша страна является довольно экологичным местом и благоприятной для различного рода фауны? Я думаю, что да. Мы одна из таких зеленых стран Европы. У нас дикая природа, наверное, намного лучше в состоянии, чем она в Германии или в таких странах Западной и Средней Европы. И, естественно, с этим связано то, что у нас популяция диких животных в очень хорошем состоянии. Представитель Рижского клуба охотников Каспар Шуйковский сказал, что отлавливать животных удобнее всего в январе и феврале, когда у них меньше корма и в естественной среде обитания. Это так? Это так, да. То есть до зимы придется терпеть кабанов, скажем так? До зимы не будет ничего с ними там происходить? Нет, нет, нет. Не будем терпеть до зимы. Я думаю, что на этой неделе опять следующая группа кабанов уже переселится на леса, что отловят и перевезут. Ну, легче ловить зимой. Это правда. А когда предусмотрен, кстати, следующий выезд кабанов, так сказать? Вот на этой неделе. Уже на этой неделе? А место вы определили уже? Куда отвезы? Да. Ну, это определяют. Сейчас идет процесс согласования и с местными властями, и с местными охотниками. Место урока? Между урока же я даже вы сказали? Да. Да. Давайте, у нас есть звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел вам задать вопрос. Вы же охотник и опытный охотник. И все-таки, почему вы не пробили решение, будучи в составе этой комиссии, о том, что не подсказали незнающим людям о том, что если кабан уже пришел в город, то куда бы его не переселить, в какой лес, он все равно будет выходить к людям. Потому что он человека не боится. Таких животных надо уничтожать. Они очень опасны. Они могут быть травмированы автомобилем в городе и потом вести себя уже не просто неадекватно, а нападать на людей агрессивно. Так как, например, ведут себя в лесу раненые кабаны, после выстрела по ним, после травмирования они ищут жертву, ищут на кого напасть. Я сам охотник, прекрасно это знаю. Почему вы активно не объясняете это людям, что кабан в городе – это очень большая опасность, смертельно опасная опасность? Ну, наверное, такой сильной угрозы на данный момент нет. И большинство все-таки рыжских жителей преклонятся к тому мнению, что кабанов следует переместить. Это по таким, ну как, подсчетам голосов получается где-то 60 с лишним процентов жителей все-таки за перемещение. И всего лишь процентов 15 за то, что кабанов следовал бы непосредственно там уничтожать или там добивать, или усыплять. Ну, если какие-то прецеденты будут происходить, то, наверное, общественное мнение будет меняться на этот счет? Ну, мы за этим будем следить, и, естественно, на крайний случай будем прибегать к таким мерам. Но пока такой надобности нет, так что решение дальше уже с этими кабанами остается на ответственности охотников в территориях, куда они веселяются. Ну, а приоткрытие, может быть, тайну техники охоты на кабанов, как это вообще происходит, в чем особенность охоты? Вы, как специалист, можете рассказать? Ну, наверное, особой тайны-то нет. Это все охотники, которые занимаются охотой, это знают. Это или охота с подхода, или отход с дожиданием, или в зимнее, осеннее время это загонные охоты. Естественно, в тех территориях, где охота допускается. Ну, как знаем по закону, в территории города охота запрещена. Еще один звонок примем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот почему ваш оппонент никак не хочет рассматривать причину? Это военные учения, которые проводятся кабанами в американской форме. Да, спасибо за ваш вопрос. Да, выдвигалась такая версия, что кабанов напугали очень часто и в последнее время учения, в частности, на полигоне Вадыжи, куда, кстати, кабанов, возможно, отвезут. Может быть, в этом есть, кстати, какая-то именно идея, что кабанов именно отвезут к тем, кто их напугал? Не, ну, наверное, нет, это никак не связано, потому что кабан все-таки привязан к месту жительства, да, и на такие расстояния не перемещается. И по практике я сам охочусь на территории Адышкового полигона, да, и знаю, что за пределы полигона, ну, кабаны не уходят. Они привыкли и к учениям, и к людям, которые там учатся и тренируются, и к технике. Так что он очень пластичное животное, которое понимает, что представляет опасность, а что нет. Представитель рижского клуба охотников Каспор-Шуковский также сказал, что отлов кабанов затрудняет их вес, потому что вот одно семейство якобы может весить до тонны. Так и получается, если мы посчитаем, что в данный момент один поросенок в среднем должен весить, ну, килограммов 15, ну, посчитаем, это 10 уже будет 150 килограммов, да, и плюс еще взрослые животные, которые уже весом за 100 килограмм, так что в общей сложности вес, конечно, большой, и что представляет довольно большие такие технические проблемы с перемещением потом пойманных кабанов. А вот как это происходит, кстати? Вот начинается все с ловушки, вот эта тонна кабанов находится в ловушке, что дальше происходит? Как вы с ними справляетесь? В первом случае очень удачно удалось целиком в эту группу загнать или заманить ящик транспортный, и потом уже их закрыли и перевезли. Ну, будучи тем, скорее всего, что придется потом из этой ловушки изымать по одному животному и сажать в транспортный ящик. Еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Слушаю с интересом вашу передачу, насколько одинаково всегда проходит обсуждение всех таких тем, то есть пока что нет оснований считать, что их надо отследить. Вопрос задается населению. Вот вы мне задаетесь, например, вопрос, чтобы я вообще в этом разбиралась. Ну, если я попаду в число опрашиваемых вами людей, ну, и потому что зверюшку жалко, да? А когда произойдет несчастье, беда, кто-то погибнет или будет искалечен, вот тогда уже снова будет опрос и снова будет говорильня, говорильня, говорильня. Это очень опасная штука, то, что они ходят по городу, там дети, там взрослые. Представляете, вы идете вечером, и вдруг такая зверюшка, вдруг ей что-то в голову воспрело. Нельзя по таким вопросам опрашивать людей, надо консультироваться с специалистами, и, конечно же, надо избавить город от этого. Спасибо. Ну, на данный момент мы и стараемся избавить город от кабанов, чтобы не возникли такие ситуации, о которых говорят наши слушатели. Ну, они просто, может быть, говорят о том, что нужно решительнее действовать и не полагаться на общественное мнение, которые действительно, конечно, когда их спрашивают, убивать или не убивать животное, в первую очередь, особенно те, кто не сталкивался с ними, их пока что больше, они скажут, конечно, не нужно убивать, зачем, прибегнем к гуманным методам. Но специалисты, они могут, наверное, как-то заглядывать вперед, понимать, прогнозировать, какая опасность может возникнуть в будущем, вот, наверное, об этом радиослушатели говорят. Да, ну, и это не только один момент. Второй момент такой, что на данный момент в Латвии популяция кабанов слишком великая, и они наносят много ущерба и жителям, скажем так, сельской местности, и сельскохозяйственникам. И в этот момент еще добавляется проблема с африканской свиной чумой, которая сейчас распространена уже в Идземе и в Латгале, и которая все время приближается. Ну, когда момент уже настанет такой, что это уже станет опасно для Риги, или Рыжской окружности, ну, тогда будем пересматривать эти вопросы. Угу. Поговорим еще об африканской чуме. Сначала звонок. Примем, здравствуйте. Добрый день. Сейчас слушаю тех звонящих и поражаюсь такому невосприятию природы. Все-таки, наверное, эти люди, которые сейчас вот такое отношение к кабанам, у них их животным диким, даже вот диким, они как бы существуют вне. Ведь по-настоящему у нас, слава богу, хоть гуманный мэр, ему жалко и котов, и кабанов, и его гуманизм хоть как-то распространяется на Рижан. И я вот, мое личное мнение о Рижанке, я считаю, что если человек до такой степени напуган всем, на него давят какие-то страхи, ведь можно же от этого дикого животного не подходить. Я никогда не представлю, чтобы вот этот вот кабан или какое-то там семейство вдруг на кого-то нападало. Вот мы живем в Вимонте, конечно, здесь не наблюдается такой активности. Но в любом случае, когда сталкиваешься с каким-то животным, то отходишь. И еще бы хотелось заметить, вот, например, в Берлине, пригород Берлина, он подвержен, кстати, вот таким вот хождением кабанов. И там берлинцы даже довольны, они их фотографируют. И никто никогда не был жертвы кабанов. Спасибо. Ну, наверное, не совсем так, потому что в первую очередь все-таки надо нам считаться, что город это для людей, для безопасности людей. И нельзя сказать, что не представляет опасности. Но пока эта опасность не становится такой угрозой, чтобы мы принимали радикальные меры. Пока мы можем обходиться теми мерами, которыми мы уже привергли. Ну, а вот и вы говорили, и радиослушатели, который также представился как охотник, говорил о том, что кабаны очень быстро и хорошо привыкают к городу, к людям. В этом отношении происходит какой-то, вот, опять же, процесс позитивный, скажем так, что они прогрессируют в этом все больше, привыкают к людям. Они могут в итоге вообще стать какими-то, ну, такими полудомашними? Ну, они уже, мы, как видим, стали полудомашними, потому что те животные, которые в первой группе вывезли за пределы города, они совершенно неадекватные, если сравнивать с диким кабаном. Они не имеют боязни к людям, они после выпуска даже не старались никуда уйти в лес, там, пользовались грязевыми ваннами, да, тут же непосредственно после выхода из транспортного ящика. Дикий кабан, если мы помещаем в транспортный ящик, чаще всего взрослый погибает от стресса. У этих вообще никакой боязни не было. Но вы говорите, неадекватными, они становятся неадекватными с точки зрения дикого кабана, но более адекватными с точки зрения города. Более адекватными с точки зрения города, да, но мы не можем гарантировать, что их поведение относительно людей или собак, или при столкновении с транспортом не могут повлечь в другое совершенно поведение. А вот мэр Икшкиле, он призвал охотников при необходимости отстреливать животных в количестве, которое позволяют выданные разрешения на охоту. Какое количество позволяет в современное разрешение на охоту отстреливать кабанов? На данный момент никаких ограничений по количеству отстрела не имеется. Остается только обратиться в госслужбу за разрешением, и они выдаются. Кабан лимитированное животное, но на данный момент я бы сказал так, что это учтенно не лимитированное, потому что разрешения выдаются без всяких ограничений, если территория позволяет. Если территория не позволяет проводить охоту на кабана, значит, надо обращаться местной комиссией по охотничьей координации, и они уже примут решение, чтобы могли охотники проводить охоту и отстреливать животных, которые достают местных жителей. Но если коротко сказать, то перевести слова мэра, то получается и при необходимости можно отстреливать сколько угодно. Да. Но, естественно, никакой охоты в городе. Ну, никакой охоты в городе. Это на крайний случай может производиться, так скажем, отстрел отдельных животных. Ну, я бы пока не привыкал такие меры, потому что летнее время, зеленые листва, ну, представляете, что собой может, какие последствия могут быть у такого не особо удачного выстрела. Мы же не знаем, где в кустах люди отдыхают, где кто-то устал под кустом, завалился поспать, да, или где там, ну, кто чем занимается. Ну, да, а зимой? В зимнее время я не исключаю, да, потому что тогда легче контролировать окружность, уменьшается посещение таких лесных зон жителями, и также мы пользуемся термокамерами, да, что все-таки, ну, можем определить поблизости, есть люди или нет, но в зимнее время это все работает с большей гарантией. А вот лесные зоны, которые именно в черте города, из которых, предположительно, кабаны пришли уже непосредственно в жилые районы, они тоже входят вот в этот предполагаемый район, в котором может происходить отстрел? Ну, будем надеяться, что нет, что хватит отлова. — Пишет радиослушатель, за кабанами придут волки, которые их пасут, знак вопроса. Ну, я, может быть, не до конца понимаю смысл вопроса, но переведу его так. Могут ли за кабанами прийти еще какие-то животные, которые, вот, может быть, волки, может быть, олени, которые вот массово начнут приходить в жилые районы? Есть какой-то прогноз, может, просчет какой-то? — Относительно волков, я думаю, бояться не стоит, они не придут, потому что их количество не такое, да, чтобы они уже, скажем так, искали территорию в черте города. Ну, в городе, кроме кабанов, достаточно большое количество и мелких хищников, которые тоже людей досаждают. Это лисицы, это яновидные собаки, это куницы, да, и там может быть не столько опасность того, что они могут при контакте с человеком там нанести увечья, а скорее надо бояться их, потому что все-таки распространяются разные заболевания. Это чесотка, ну, раньше опасность представляла бешенство, да, но на данный момент, как бы в Латвии последние годы это заболевание опасное не встречалось. — А вот несколько лет назад бобры досаждали Рижан, я помню. То есть, не удалось справиться? — Они до сих пор досаждают. — Но уже не в таком количестве. — Да нет, я думаю, количество только растет, но, может быть, какая-то часть попадает на кухню, там, официально, неофициально, но их меньше не стало. — А для охотников вообще какой-то интерес бобры представляют? — Представляют, да, это интересный охотничий вид, на котором мы в Латвии можем охотиться, ну, скажем, с минимальными ограничениями, только соблюдая сезон. Но то же самое относительно городу, в черте города, там уже надо смотреть, что и как делать. — А, кстати, почему кабаны появились именно, ну, по крайней мере, если верить средствам массовой информации, тому, что мы слышим, они появились именно в Риге, ну, вот в Юрмале были замечены некоторые, а теперь в Икчхелле, почему они появились именно в этом месте? Не слышно ли ты про кабанов из Далгопилса, скажем, там, из Цейсиса, из Венспилса? — Я думаю, что в меньшей мере на глаза попадают. Ну, пригородные, это зависит, конечно, от количества, общего количества кабанов. В Далгопилсе, к примеру, там два раза прошло заболевание этой чумы, да, это классическая свиная чума и африканская, и до того там количество животных было ниже, чем по остальной Латвии. Но если мы посмотрим в сторону Земгала и Курзема, ну, там кабаны не только много, очень много, и тоже они подходят к городу и заходят на окраины, то же самое. — Ну, кстати, вот если вы говорите об африканской чуме свиней, какова ситуация сейчас? Удалось как-то, может быть, остановить эту эпидемию? Она пошла на спад или как сейчас? — Нет, она развивается. — Но было затишье какое-то, была очень такая эпицентр этой эпидемии, потом как-то, ну, информация как-то пропала об этом, как сейчас снова заговорили. — Затихло, да, но в данный момент у нас уже официально подтвержденных 430, может, больше даже на сегодняшний день случаев заболевания, и можно сказать, что целиком пол Латвии уже покрыло это заболевание. И оно не остановится до тех пор, пока мы не снизим количество кабана в средних там 20-30, а в земголовне, которых в местах до 50 на 1000 гектаров, на 5, максимум 10 кабанов на 1000 гектаров. — То есть эти кабаны отстреливаются тут уже бескомпромиссно, да, я так понимаю? — Они погибают, они погибают. Те, которые уже заболевают, они в течение недели гибнут, однозначно. — Да, для того, чтобы не распространялась эта чума дальше? — Надо стараться отстреливать именно здоровых кабанов, чтобы уменьшить соприкосновение животными друг с другом. — Животных, то есть здоровых почему? Отстреливают здоровых? Их-то за что? — Да, чтобы разрядить количество, да, если, скажем так, на одной территории проживают 50 кабанов, или на той же территории проживают 5. Они, естественно, эти 50 будут контактироваться между собой чаще, и болезнь передаётся. Она передаётся при непосредственном контакте. А если количество уменьшаем, эта возможность им друг с другом столкнуться уже уменьшается, и болезнь может в какой-то момент и остановиться. Но других решений нет. — А вот эта проблема африканской чумы свиньи, насколько она сейчас пересекается с проблемой, собственно, нашествия кабанов в город? Как-то это вам создаёт больше каких-то проблем? Нужно проверять этих кабанов и так далее? — Она создаёт проблемы в таком плане, что, ну, скажем, это противоречит общей концепции в Латвии. У нас общая концепция по уменьшению численности кабана. И службы довольно так настороженно воспринимают этот момент вывоза кабанов живём. — Но можно тем самым распространить, да? То есть ещё эту эпидемию? — Ну, распространить пока нет, потому что пока Рига, Рижская и регион ещё не включены в зону заражённости, или даже в эту, как сказать, буферную зону. Но, тем не менее, это в ближайшем будущем может актуализироваться, и тогда уже будут приниматься другие решения. — Ну, хорошо, нам пора заканчивать. Будем надеяться, что удастся найти общий язык с кабанами, справиться с ними до стрельбы, может быть, дело не дойдёт. Я в гостях сегодня в программе «Разворот» был руководитель Латвийской ассоциации охотников Харал Барвик. Спасибо вам, что пришли. — Спасибо. — Программу провёл Андрей Лешкевич, звукорежиссёр Евгений Копеин. Всего вам доброго и до свидания.